В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте в студии Оксана Ветрова. В сотнях и тысячах небольших городков и поселков постсоветского пространства культурная жизнь до сих пор концентрируется в основательно и с большим запасом прочности построенных зданиях, которые мы привычно называем домами или дворцами культуры. В 1958 году такой дворец появился и в едва оправившемся от чужеземного вторжения Зугрессе. В минувшую пятницу в Зугрессском ДК отметили 60-летний юбилей учреждения. Двери Зугрессского Дворца культуры вечером в пятницу были открыты для всех жителей города энергетиков, желающих присоединиться к празднованию юбилея главного в городе учреждения культуры. Нужно сказать, что само здание ДК является памятником архитектуры. Памятником, который вот уже 60 лет объединяет под своей крышей любителей искусства. Еще со школьной скамьи мы сюда ходили на утренники, все в юности. Мы здесь в этом зале танцевали, здесь паркет был, ходили на акробатику, в спортивном зале волейбол соревнования проводили. В этом зале мы в самом начале, когда построили дворец, сюда приезжали и болгары, и африканцы. Мы у них брали адреса, переписывались. Но это в школьные годы. Так что вся жизнь прошла в этом ДК. Это центр развлечения, это центр отдыха, это любительские объединения по различным интересам, это просто именно дом вдохновения, будем так говорить. Вы знаете, я смотрю сегодня, какие лица у людей, какие лица у участников, всех коллективов, у всех праздник. В сценарии концерта, посвященного юбилею учреждения культуры, значилось 28 хореографических, инструментальных и вокальных номеров. И, конечно же, все они чередовались поздравлениями, церемонии награждения сотрудников ДК и вручениями подарков. Всему творческому коллективу я бы хотела сказать, я горжусь, что я с вами коллега, горжусь, что много лет я провела с вами на этой сцене. Желаю вам творческих побед, желаю вам развития, желаю, чтобы у вас были талантливые, прекрасные дети. И, безусловно, хочу вам пожелать поддержки вашей администрации, поддержки администрации большого города Харциска. Я думаю, что мы, как депутаты Народного Совета, будем искренне стараться для того, чтобы наш дворец культуры был красивым, чтобы он развивался, чтобы каждый год у нас пополнялись и пополнялись кадры. Сегодня юбилей нашего дворца культуры. Мы празднуем 60 лет этого замечательного заведения. Его подробно, как культурный центр нашего города, назвать, наверное, сложно. Да, были в последнее время небольшие трения. Жители очень активно обсуждали в соцсетях о том, что уровень культуры в городе падает. Но были приняты определенные решения, изменения в руководстве дворца культуры. И я думаю, в данный момент наша ДК снова вернет себе былое имя, былое славу. Не так давно во дворце культуры произошла смена директора. Новый руководитель только познакомилась с коллективом и обозначила основной вектор своей работы. Вы знаете, я здесь чуть-чуть, еще даже месяца нет. Но вот коллектив, знаете, первый раз я пришла, меня испугали масштабы здания. Вы знаете, оно же очень большое и краснеренное. Ну, конечно, ремонта требует, все-таки 60 лет, это же возраст. А потом, когда я познакомилась с творческими людьми, я поняла, что здесь золотые люди. Вот они все достойны того, чтобы о них говорить очень тепло, очень много и только добрые слова. 60 лет в этом зале не умолкают звуки музыки, не перестают танцевать дети и аплодировать зрители. Творческая жизнь кипит, и это кипение гарантирует Дворцу культуры еще долгую и, смеем надеяться, полную вдохновение жизнь. Календарь в декабре отлистал только первую декаду, а в Харцизском горводоканале зафиксировали и устранили уже около десятка аварий на различных участках городской водопроводной сети. Во всех случаях, отмечают коммунальщики, причины порывов одни и те же. Старые чугунные трубы в период холодов элементарно не выдерживают нагрузки и дают течь. Очередную аварию подобного характера специалисты компании «Вода Донбасса» устраняли сегодня в центре Харцизска, в районе главного офиса Республиканского банка. Вчера еще был слабый напор, а сегодня жители трех многоквартирных домов 13, 15 и 17 по улице Лозо и одной девятиэтажки по Краснознаменской вовсе остались без воды. В минувшее воскресенье примерно в 11 утра жильцы сообщили в диспетчерскую службу горводоканала о порыве. Прибывшие на место аварии коммунальщики констатировали серьезное повреждение трубы. Водопроводная вода к тому времени уже залила большую часть придомовой территории ближайших девятиэтажек. Приступить к восстановительным работам в бригаде Харцизского горводоканала в тот же день не удалось. Ремонт водовода пришлось отложить до понедельника. Я вызвал сегодня газ, РЭС и связь. Проезжала служба, нашли кабель, указали нам его, где он проходит. Мы отметили метками, чтобы не порвать, чтобы не обесточить дома, без света не остались. Сложностей практически никаких, только кабель РЭС, 60 вольт и газопровод, который над нами находится. Четыре дома, это от повышительной станции запитаны, чугунка 150 лопнула. Сейчас зима, это у нас восьмая чугунка уже за декабрь месяц, потому что движение земли идет, и поэтому идут эти чугунные порывы. Я думаю, сегодня мы устраним. Или поставлена проходная муфта, или несколько будет метр, метр двадцать заменена труба. Несмотря на какой порыв, определимся уже при вскрытии. На поврежденном участке трубопровода в итоге решено было смонтировать проходную муфту диаметром 219 мм. Чтобы ремонтники смогли подобраться к коммуникациям, пришлось на время работ отключить район от водоснабжения, затем на несколько метров углубиться в грунт и откачать воду. Лишь после этого бригада горводоканала смогла провести комплекс ремонтно-сварочных работ. Устранить последствия аварии удалось уже ближе к вечеру понедельника. В начале ноября глава ДНР подписал указ о внесении изменений в документ, регулирующий финансовые обязательства предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В постановлении речь идет о компенсации предприятиям ЖКХ финансовых потерь, полученных до 1 января текущего года. За разъяснением сути указа мы обратились к начальнику Харцисского управления труда и социальной защиты населения Татьяне Кейдун. На территории Большого Харциска зарегистрировано порядка 28 тысяч человек, имеющих право на льготы. И больше половины этого населения имеют право на скидку по оплате за жилищно-коммунальные услуги. И все мы знаем, что все жилищно-коммунальные предприятия не только предоставляли льготы в такой категории, но и тарифы на услуги предприятий были, конечно, гораздо ниже их реальной себестоимости. И, естественно, это не могло отразиться на финансовом положении предприятий. И вот с целью урегулирования вопроса по предоставлению, по возмещению, погашению тех затрат, которые несут предприятия при предоставлении льгот, но и также покрытия расходов, связанных с разницей в тарифах, тариф один, а себестоимость совсем другая, главой республики был подписан указ, который регламентирует взаимоотношения государства и жилищно-коммунальных предприятий. Управлению труда и социальной защиты населения было поручено провести сверку с коммунальщиками Харциска и определить суммы льгот, которые необходимо компенсировать предприятиям. Была проведена, конечно, огромная работа, и не только наши специалисты отработали серьезно, но и коммунальные предприятия, за это большое спасибо всем руководителям предприятий коммунальных, очень хорошо была организована данная работа. Ну и итогом данной работы, естественно, стали подписаны документы о сумме затрат, которые необходимо возместить государству коммунальным предприятиям. Вот по городу Харциску это 34 миллиона 800 тысяч. Результаты сверки данных УТСЗН и 125 коммунальных предприятий Большого Харциска были направлены в Министерство строительства и ЖКХ ДНР, специалисты которого должны до конца текущего года определить механизм компенсации для каждого предприятия. Одни предприятия получат в виде взаимозачетов за полученную электроэнергию, и, естественно, получат наличными на свои счета. Это повлияет на своевременность выплаты заработной платы, на возможность приобретения каких-то материалов, комплектующих и так далее. Мы надеемся и очень ждем завершающего этапа данной работы. Осталось только самое главное – это возмещение, перечисление непосредственно денег и средств с предприятием. По словам Татьяны Кейдун, с января 2019 года сверки с коммунальными предприятиями по льготам будут, как и до 2014 года, ежемесячными. И все подразделения жилищно-коммунального комплекса республики будут регулярно получать денежную компенсацию за льготы на свои счета. Для двух харцизских театральных коллективов образцового молодежного «Браво» и народного драматического «Факел» стало уже привычным завоевывать награды в Луганске на фестивале «Арт-Ист». Уже четыре раза харцизяне принимали участие в этом большом театральном событии. В нынешнем году на суд жюри и зрителей был представлен спектакль «Мой дедушка-маг». В номинации «Лучшая мужская роль» приз фестиваля достался актеру Юрию Кулику, сыгравшему дедушку-мага. Эта роль для Юрия Кулика особенная. Актер с более чем 40-летним стажем понял это, когда только еще читал сценарий. Первые репетиции давались непросто. Первый раз, когда я читал этот монолог, сидел Павел Иванович, тут еще ребята, тоже я не мог говорить, все это душило, я еле-еле его изнес. По сценарию, и он говорит в монологе, что ему не было 9 лет, когда в город пришли фашисты. Напуганные дети, потом концлагерь, встретил он там девочку, наполовину полячка, наполовину еврейка. Вот они мечтали о ковре самолетов, вот, чтобы прилетел добрый волшебник и забрал их на этом ковре самолетик как можно дальше от этого концлагеря. Спектакль «Мой дедушка-маг» вовсе не сказка, а социальная драма. Для Луганского театрального фестиваля постановку пришлось сократить, но менять финал режиссер Павел Приходько не стал. Это спектакль о молодежи, о ребятах 13-14 лет, у которых есть семьи, есть родители, у кого-то неполная семья, у кого-то полная, вот, но при всем том, что есть родители, они одиноки, то есть семья им и не занимается. Для многих ребят, которые столкнулись с дедушкой-магом, вот с этим, да, он изменил их жизни. Свою работу в спектакле и победу на фестивале Юрий Кулик хотел бы посвятить своему деду, который воевал в Великую Отечественную. Эта роль мне очень нравится, вот. Дело в том, что у меня дед с войны не вернулся. Был коммунистом и машинистом поезда. Он водил поезда на фронт с фронта. Однажды он попросился судить, проведать свою семью. И вот какой-то предатель заявил гестапо. Я даже фамилию знаю, у меня бабушка говорила. И он закончил жизнь свою в концлагере. Вот поэтому для меня это очень было важно. В этом году жюри фестиваля не стало присуждать Гран-при. Самую высокую оценку харцизские актеры получили от зрителей. Нам приятно то, что именно на нашем спектакле, на одном только спектакле, весь зал поднялся и я аплодировал нашим ребятам. Потом подходили педагоги ко мне, благодарили. И когда выходили студенты, и у многих на глазах были слезы у студентов, то это что-то значит. Такие сложные чувства, очень сложно их объяснить. Вроде как и понравилось, но и такой осадочек остался от того, что уехал. Хотелось еще, как-то быстро пролетели эти четыре дня. Для меня эта роль была не сильно сложная. Дело в том, что я наконец-то была отрицательным персонажем. Если честно, мне уже немного надоело играть положительных, а тут вот немного разнообразия. Юрий Кулик не сегодня-завтра сбреет бороду. На новогодних утренниках по мотивам мультфильма «Фунтик и его друзья» ему предстоит сыграть фокусника. Но роль дедушки-мага навсегда останется с ним, как и память о своем дедушке. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до встречи на канале Тевосфера. 11 декабря 1781 года родился шотландский физик сэр Дэвид Брюштик. Физиком он стал не сразу. Сначала он изучал теологию в Эдинбургском университете и принял сан священника, потом стал фармацевтом, потом утарялся в юриспруденцию, став адвокатом. И только к 20-летию, занявшись физикой, Дэвид понял, вот оно дело всей жизни. Специализировался Брюстик на изучении оптических явлений, прежде всего спектральных и поляризационных. За плодотворную научную и преподавательскую деятельность, а он со временем стал ректором университета, Дэвид Брюстик был награжден медалью Лондонского королевского общества. Одно из изобретений ученого всем нам хорошо знакомо. Это калейдоскоп. Незатейливая детская игрушка в начале 19 века изготавливалась основательно, как научный прибор. Дамы и кавалеры высшего света, так же, как и современные детвора, получали немалое удовольствие, разглядывая неповторяющиеся узоры из цветных стеклышек. Приближающийся к нашему региону балканский циклон тоже обещает калейдоскоп метеорологических явлений. Тут и порывистый ветер, и разнообразные осадки, и туман. В Краматорске температура воздуха 6 градусов, в Мариуполе плюс 3, штормовой ветер. В Харциске 11 декабря днем облачно, туман, временами осадки. Температура воздуха 4 градуса, юго-восточный ветер 6-9 метров в секунду. Ночью пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха без изменений, юго-восточный ветер 5-8 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова